Три слона. Почему слона? Раз, два и три слона. Попробуйте, как-нибудь их разгадать. Будут подсказки. Скажу сразу. Будут. Для начала, раз это размигло, мы себе попытаемся это перерисовать. Длинное слово, да? Перерисовать. Так, кому нужны подсказки? Первое уже разгадано. Отлично. Да, ну-ка, у вас? Кракета. Сейчас все себе нарисовали плечи? Да. Все. Ну-ка. Говорите. Говорите. Солонка. Солонка. Отлично. Солонка. Отлично. Отлично. Как? Солонка. А, Н, где? С, Н, должно быть. Так, я согласен с тем, что здесь О, да? Специально вписываю буквы, как бы не в клеточку, да? Чтоб вы видели. Со вторым посложнее будет. Подсказка нужна? Да. Итак, этот бдителен всегда, он разводит поезда. Думаем. Этот бдителен всегда, он разводит поезда. Подсказка. С чего вы можете начинать? С того, что он разводит поезда. Нет. Не с того, что он разводит поезда. Как разгадывать слово само? Можно сначала заполнить клетку первую ло и н. На парке можно я что-то высказал. Да. По-кому, можно прописать не Н, а НК. Можно прописать. А, то есть это некая НК. Да. А как же у нас ОН? ОН разводит поезда. ОН. Это может... Значит, скорее всего, это ОН. Давайте разгадаем. Там может быть... ОН разводит поезда. Это... Рельс. Это что-то с Рельсом. Итак, это ОН. На что может заканчиваться, смотрите? На... НИК. Откуда у тебя это было? С ВОН. Ну, в смысле, случайно, когда... Ну, СОНИК. 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 Ну, подсказываю, что это правильно. И это не просто НИК, некая. Это еще и суффикс. Значит, ЭС, это, скорее всего, пристав. Или образовательный пристав. А не знаю. Что это пристав, а суффикс? Еще что-нибудь? Что это суффикс? Суффикс всегда приставлено. Суффикс НИК или суффикс ИК. ИК. Может быть, кстати, и так. Да? А может быть, еще и суффикс Н. Он разводит поезда. Стрелка. Правда? Да. Давайте разбираться. Давайте разбираться. Корень? Стрел. Стрел. Стрел, конечно. Как насчет суффиксов? ОЧ. 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 Я у меня есть. Откуда мы это знали? ОЧ. 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 Чтобы правильно отзабрать слово с вставу, мы должны найти слово, которое его образовал. Правда? ОЧ. Ну, либо отстрелочный, либо от стрелки. Почему не напрямую от стрелы? Стрела. Потому что стрела не допускают, а стрелка — это какой-то... Это стрелка, может быть, маевая стрелка, которая запускает. Стрелка какая-то. Ну, согласен. Ещё. Не стрела, потому что там в стрелку тихорные окончания, и вообще ничего не понятно. А что же нам делать с этим К? Во что он превратился? В оч. Он превратился в оч. Это нас смущать не должно. Наш язык склонен к чередованию. Помните? Помните. Да? И это чередование. А дальше добавился всё-таки замечательный суффикс — ник. красный труженик, о котором мы ещё поговорим. Как насчёт третьего суффикс? Подсказка запустела. Подсказка очень простая. «Этот огненного цвета в час заката и рассвета». Солнце. «Этот огненного цвета в час заката и рассвета». «Небослон». Отлично. «Небослон». Вписываем. Как это слово образовалось? Понятно? «Небослон». Как оно образовалось? Давайте подумаем. «Корин неб, потом среди мысльное гласное «О» и «СКЛО». «Корин склон». «СКЛО». «ЦКЛО». «ЦКЛО». «Щё поинтереснее. «СКЛО». 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 «Корин С. «СКЛО». 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 «Небослон». Это что значит? Что небо, подтопаемое «склоняется». «СКЛО». «СКЛО» Значит, корень все-таки… «КлО». 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 «Выделяем корень». «Вишем». «Не забываем». «СКЛО», конечно, образовалось непросто. Когда-то, в древности, было устойчивое сочетание. «СКЛО», «Небо». «Небо», «СКЛО». «И с течением времени и это превратилось одно слоны». Слонечко. Что вы тут увидели? Солонка. Откуда образовалась? Солонка. Ну, соль. Ага, от слова. Соль. Соль. Потому что в солонку мы выплюем соль. Правда? Соль и соль. Стрелочек. Уже написано от стрелки. Правда? Небосклон. Отчего? Небосклон. Небосклон. Мы сейчас, наверное, не будем говорить о способах слова образоваться. Тем не менее, они уже, наверное, понятны. Суффикс прибавился, значит способ суффиксальный. Два корни соединились. Тоже корень. Безуссоциальное слово. Значит, сложение. Сложились эти слова. А вычитание, мы еще, может быть, скажем. Но так, наверное, слова создаются прибавлением чего-нибудь. Спасибо.